Всем привет, с вами Глент, и вы на моём канале. Ребята, сегодня мы будем играть в игру, которая называется Airport Life 3D. Жизнь в аэропорту, короче, мы будем делать всё, что связано с полётами. Гормить пассажиров, проверять их паспорта, проверять, кто они такие, допускать их на полёт или нет. Короче, будет очень много всего интересного. Сегодня мы с вами станем и стюардессой, и охранником, и пограничником. Короче, будет офигенный ролик. Прям полностью проживём жизнь в аэропорту. На самом деле, это реально очень серьёзная работа. В аэропорту много строгих правил. И мы сегодня будем следить, чтобы их все соблюдали. Но правила есть не только в аэропорту, например, есть правила на ютубе. Если смотришь ролик Глента, нужно ставить лайк. Ну реально, есть такое правило, я его читал. Вот, пожалуйста, документ с печатью. Вот, вот сейчас с печатью. Вот, ребят, вы всё видели, это прям закон, его не нужно нарушать. Поэтому обязательно ставьте лайк по этот ролик. И я предлагаю начинать. Так, давайте зайдём в эту игру. Это, если что, мобильная игруха. И первым же делом, как только мы вошли в игру, у нас встречает колецо фортуны. Ну всё, ролик уже по-настоящему ютуберский. Можем начинать крутить. Не знаю, что это такое. Мне дали 20 звёздочек. Вот что такое 20 звёздочек? Я пока не понимаю. Итак, левел 1. Что у нас происходит? Стоит какая-то женщина. Глаза немножко подозрительные. Знаете, вот так вот смотрит прямо в душу. Мне такое вот не нравится. Ну ладно, хорошо. Tap to play. Нажимаем play. И что? Что происходит? Так, вот, мы увидели женщину. Ага. Ааа, типа, проверьте багаж. Окей. Мы достали всё, чтобы проверить багаж. Теперь нужно собирать. Окей, погнали. Так, очки. Очки разрешено. В принципе, человек на отдых летит нужные очки. Дальше. Розы, цветы. Блин, вот цветы, наверное, всё-таки нет. Цветы пока выложим. Я не уверен, что можно перевозить цветы в аэропорту. Это что такое? Это собака? Это же игрушка, я надеюсь. Нет, если это настоящая собака, то, ребята, пожалуйста, документики там на собаку. Прививки, чипы, там все вот это всё такое. Ладно, идём дальше. Фотоаппарат. Фотоаппарат, в принципе, можно. Дальше идёт сумочка. Откройте сумочку, покажите, что в сумочке. Понял, открыть нельзя. Ладно, на доверие. Расчёску, расчёску точно можно. Парфюм, вот не знаю, слишком какой-то он большой. Слишком много жидкости в парфюме. Я бы не пропускал. Это что такое? Это какая-то бутылка с чем-то. Не-не-не, нам такое тоже не устраивает. Деньги. Ладно, деньги можно брать с собой. О, окей, мы запаковали. Отлично. А, теперь второй слой. Окей, погнали. Вот это ошейник. Можно. Это что такое? Это у нас, походу, кошелёк. Кошелёк тоже можно. О, я прошу прощения, это моя работа. Я как бы, ну, сами понимаете, не специально это взял в руки. И ещё у нас есть тоже какой-то парфюм. Блин, ну странно. Я бы, конечно, это, ну, не дал бы перевести. Раз уж мы уже дали добро на такой перевоз жидкости, то и парфюм тоже добавим. Окей, всё, супер. О, да, реально. Миссия пройдена. Что? Ничего не понимаю. По-моему, я всё сделал правильно. Теперь мне нужно раскрасить багаж. Окей, давайте это сделаем. Пока что по сюжету у меня игра идёт самого, поэтому я просто делаю то, что она просит. Вот, я раскрасил багаж и теперь вот так вот закрашиваю. Всё, пэс, окей. Обозначаю, что всё проверено, всё хорошо, не переживайте, всё в безопасности. А ещё предлагаю вам взять курсор мыши или палец, взлететь и приземлиться ровно в моём телеграм-канале. Ребята, там так много лайф-контента. Я с вами делюсь там совсем откровенными вещами. Реально очень много лайф-контента в телеграме. Обязательно подписывайся. Ссылочка в описании. Если у тебя ещё нет телеграма, обязательно зарегистрируйся и не забудь подписаться на канал Глент. Ну, в телеграме. Хотя и на ютубе тоже можно подписаться. Будет очень приятно. Ссылка в описании. А тут что? Защитите багаж. Да, в аэропорту есть такая штука, чтобы, когда твой чемодан будут бросать из самолёта, там, не знаю, на ленту выдачи багажа, чтобы она не сломалась. А здесь вы сами видите, что в сумочке Луи Виттон, всё очень дорого, поэтому предлагаю, да, всё это защитить. Правда, мне кажется, что охранники не должны таким заниматься. Ну ладно, ничего страшного. Мы, в принципе, хорошие охранники. Мы всё защищаем и нажимаем down. Всё, готово. А это что за фигня? Ну блин, в аэропорт цветы, по-моему, нельзя провозить. Ну ладно, их тоже защитим. Хотя, мне кажется, это вряд ли им поможет. Так, следующий уровень. Свайпы для выбора. Итак, кого мы пропускаем в самолёт, а кого нужно лучше перепроверить. Итак, погнали. К нам пришёл какой-то чел, его имя Мэйсон Янг. Мэйсон. И он военный, служит в армии. Нет, давайте мы всё-таки тебя перепроверим, уж извини. Ты что? Путешественница Молли Хэй. Ну блин, лицо у тебя, конечно, подозрительное, но ладно, проходи. Тут что такое? Политик Эбби Эйбот. Блин, нет, политика надо перепроверить всё-таки. Не знаю, не знаю. А это что? Это что такое? Карли Врайт, музыкантка. Ну блин, ну, даже не знаю. Ладно, мне почему-то показывают, что ей нужно вправить влево. Ну, окей, проходи. А тут что? Кристин Велсон Тревеллерс. Окей, ты путешественница. Проходи, путешествуй. Ого, здорово. Ну и что? Где был? Мы с тебя 15 лет ищем. Ну блин, ну ладно, проходи, конечно, но я бы, конечно, тебя лучше перепроверил. Ой-ой-ой. С трубкой, самолёт. Нельзя его пропускать. Почему игра мне говорит, поворачивает направо? Ну его же нельзя пропускать. Блин, везёт тебе, что это только обучение. Проходи. Так бы я его не пропустил, конечно. Следующий уровень. Потрать все деньги. Некоторые люди летают на шоппинг, поэтому давайте тратить все бабки, что у нас есть. Покупаем сумочки, покупаем парфюм. Ещё немножечко сумочек покупаем. О, мы взяли тележку, лол. Давай, 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 давай. Малая, не отказывай себе ни в чём. Покупаем вообще всё. Итак, посмотрите, сколько всего мы накупили. Х8. Ну, потратили немножко денег. Ну, что сделаешь? Люди есть шопогорики, которые любят вещи. А здесь мне нужно проверить вес багажа. Смотрите, он весит сейчас 14 килограмм 750 грамм, и он не подходит. Нам нужно что-то выкинуть. Например, нам нужно выкинуть самовар. Ну, согласен, зачем тебе самовар? Вообще его можно перевозить? О, офигеть, самовар 7 килограмм весил. Ну, конечно, теперь можешь проходить. Максимум 12 килограмм. Чего ты расстраиваешься? Вы видели, он расстроился. Здесь 18 килограмм. Что мы из этого забираем? Я заберу вот это. Ничего, переживешь как-нибудь. Давай, 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 забираем, забираем. Не плачь, не плачь, ты офигела. Четыре бутылки везешь с собой. Я как охранник этого не допущу. Блин, ну все равно не хватает. Придется забрать у нее деньги. Ну, а что делать? Это же не живой кот, правильно? Все, забираем кота и надеемся, что это... Да не плачь ты, е-мое. Вообще, я охранник, я не должен на это обращать внимание. Все, плачь, не плачь, кота мы оставляем себе. Следующий уровень это контроль пассажиров. Итак, погнали. Это я обожаю. Я начну в чем-то подозревать. Здесь то же самое. Итак, погнали, только теперь я с обратной стороны так. О, ой-ой-ой. Я прошу прощения, это, видимо, моя... А, ты крыса, ля. Ты что делаешь? Вы видите? Она за своей шляпой скрывает бутылку. Я у нее все выбросил, она все равно с собой взяла. Дальше, я так понимаю, смотреть смысла нет. Скажешь, или там что-то есть? Ничего нету? Воу, 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 воу. Ну, в любом случае, она не проходит, давай. О, я не знал, что так жестко будут наказываться за бутылочку. Я прошу прощения. Так, ладно, погнали, здесь что? Я не понял. Ты что с собой гранату припер? На что ты вообще надеялся? Еще и грудь волосатая. Не-не-не-не-не, тебя мы точно не пропускаем. Этого можете бить. Это что такое вообще? А ты что? Что с ее носом вообще? Так, туфли, все нормально, здесь быстро полез... Стоп, стоп, стоп. Бабки на себе провозит. Ты что? Не-не-не-не-не-не-не. Давай-давай-давай-давай. Вообще, прикиньте, из трех пассажиров ни одного не было адекватного, который, ну, не захотел ничего на себе провести. Жесть! Я почему-то даже, когда с обратной стороны проверяли людей, мне все равно страшно, вот знаете, чувство страха осталось. Что за фигня? Вот это жизнь в аэропорте, ну там же реально такая безопасность. Там нужно, чтобы вообще все было четенько. Buy cheap goods. Стоп, 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 стоп. Что мне нужно купить, я не понимаю. Что происходит? В чем суть раунда? Пока не понимаю. Я просто скупаю все, что попадется мне на пути. Ну хотя, да, я таких людей встречал в аэропорту, которые вот в этом дьюти-фри вообще делают все, что хотят. Так, дальше. Найдите пару. Подождите, ну вот это, мне кажется, уже вряд ли аэропортская жизнь. Да ладно, все с первого раза нашел, прикиньте. Я представляю, что реально в аэропорту сидят люди, которые забирают паспорта, и такие, так, найдем одинаковое. Найдем мужа и жену, у кого одинаковая фамилия. И начинают искать. Следующее наше задание, собери все звездочки. Ну, в принципе, ничего трудного в этом нет. А, нет, блин, за мной гонится кто-то, что? Это что, самвейсерф? Ё-моё! Она вышла из аэропорта. А два охранника, что они делают? Так, ну, выберем вот этот такой, победнее. Ну, за него не нужно рекламку смотреть. Пускай, господи, сколько... Э-э-э-э-э-э-э-э-э! Чего вы так ломитесь? Без вас самолет не улетит. Вообще никогда не понимал таких людей, которые прямо ломятся в этот автобус, чтобы доехать до самолета. Потихонечку, я всегда в самом конце. Тебе автобуса пришлось забить. Ладно, ничего, нормально. Главное, что справились. Следующее задание, найти путь. Хорошо, что мне нужно сделать? Блин! Стоп, это что, на логику? Ну все, побежали, 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 побежали. Синий самолетик заполнили. И теперь желтенький тоже заполняем. Отлично, вообще никаких проблем. Я думаю, будет посложнее. О, следующая задача, я стюард. Или стюардесса, ну, неважно. Я должен рассадить пассажиров. Окей, погнали. Б3, окей, Б3, это тебе вот это. Вот, твое место. О, все, пошел, сел, наконец-то. Б4, садись. Почему ты в поварской одежде? А3, это вот сюда. Бизнес-класс. Блин, апгрейднуться до бизнес-класса и обслуживать бизнес-класс? Ладно, давайте апгрейдимся. Ну, за рекламку, ну ничего. Итак, мы апгрейднулись в бизнес-класс. Ого, она начала выкладывать фотки. Это реально вот та женщина, которая поехала, все скупила и все выложила там в свои социальные сети. Я просто в шоке. Очень карикатурный персонаж. Дальше, накормить пассажиров. Что у нас есть? Блин, офигеть, она так много всего хочет. Посмотрите, она самая такая наглая. Что ты хочешь вообще? Драконью ягоду? На, держи, конечно, кушай. О, мужик хочет куколу, держи. Ребята, я не понял, что этот чел делает у нас в самолете? Почему он в этой балаклаве? Как его пустили? Нет, когда я был охранником, ко мне такой чел не подходил. Он еще и мясо попросил. Ладно, кушай мясо, но что-то я за тебя переживаю. Вот рабочий гамбургер хочет, это я уважаю. Ему еще и в голову попало. Какой ужас. Дальше. Переписывайтесь в телефоне. Че? Не, ну в принципе, по прилету я тоже всегда залаживаю телефон, чтобы написать, что я прилетел. Поэтому да, эта жизнь аэропорта тоже как-то с этим совмещена. Да, хорошо. Нам чувак пишет, ты уже прилетела, дорогая. И у нас есть два варианта ответа. Да, прилетела или я бросаю тебя. Блин, ну посмотрите на этого Рикарда. Ну не мой типаж, я бросаю тебя, извини, сори. Еще эта женщина, посмотрите, которая все скупала. Она за его бабки все купила и бросила его. На самом деле не смешно. Жалко мужика. Отсортируй багаж. Ну понятно. Давайте вот подумаем. Кому может принадлежать сумка Луи Бетон? Есть фотограф, есть какой-то армейец, есть повар и есть наша мадама, которая скупала все вещи в магазине. Конечно же это твое. Так, кенгуру. Хорошо, я так понял, это тебе, держи. Микбен, понятно. Это колизей. Колизей отдадим вот этому чуваку. И вот эту вот египетскую штуку отдадим туристу из Египта. Ну это логично. Вроде бы очень легко даже справился. Найдите отличие. Так, отличие, ну по-моему я вижу отличие. Вот этой штуки нет. Так, хорошо, подождите, мне реально нужно будет искать отличие. Микрофона нет. Диски как-то по-другому лежат. Да? Вообще изи раунд. А здесь что? Обрежьте билет. Да вообще без проблем. Так, оп. Сори, сори, I'm so sorry. Ну ничего, вас и так пропустят, не переживайте. Не, вот сейчас я уже приловчился, смотрите, я уже хорошо нарезаю билеты. Зацените, реально прям неплохо нарезал. Поставьте штамп в паспорт. Давайте поставим, вот здесь вот есть свободное место, блин. Вообще обожаю, когда мне ставят штампики в паспорте, это так клево, собирать это все. Здесь тоже есть свободное место, тоже можем поставить. Что за красное, что это такое, мне интересно. Я могу поставить? Да, я не... Ой, блин, случайно, мужик, извини. Я просто решил проверить, еще фантастик, мне пишут, что я хорошо уровень прошел. Замечательно. Вип-персона, Black Ninja, это же это, Киану Ривз. Как раз с ним новое задание. Вы видели, что он везет с собой? Мне нужно его собрать, смотрите, вот у него же все запрещенное. Это же все запрещенка, реально, кроме вот костюма, галстука, кед. Рубашка белая тоже подойдет. Это нет, там прям калаш торчит. Деньги, ладно, еще можно взять, но все остальное вообще нет. Я не могу позволить этому случиться. Не, она мне предлагает, смотрите, говорит, засовывай. Это что такое? Нет, все, здесь больше ничего с собой брать нельзя. Ладно, это еще можно. Ну и вот это, я так понимаю, деньги, какие-то монеты. Ну вот это, ну парфюм, ладно. Ну и золото, окей. Ну все остальное вообще запрещено. Почему он до сих пор находится в аэропорту? Почему его никто не задержал? Вызовите полицию! А, ну все, я так понимаю, игра начинается заново, просто уже с новым персонажем. Мы начинаем, ой, а что с чемоданом? Почему он весь в слайме? Ну, я так буду оправдоваться, это слайм. Это не сопли деда, это слайм. Костюмы мы тоже ему упаковали. Океану Ривз что-то очень много от меня требует, я такое не люблю. Смотрите, теперь смешно, что не дама какая-то бегает по магазинам Океану Ривз. Ха-ха, покупает себе что-то. Я вообще не верю, что ему это нужно. Мне кажется, у Океана Ривз уже есть все. Х8, блин, почти Х9, я надеялся. Смотрите, какой мы уровень нашли. Тут есть космонавт, который просит акулу с разноцветными зубами, как у ТК-ши. Блин, офигеть. Ладно, держи, просто странно, что это просит космонавт. Ну, в пончике ничего необычного нет, это вообще что такое? Опыт с квиши, что это такое? И, конечно же, русский мужик просит себе ягод. Ладно, неплохо, я тоже ягоды люблю. Вот это у нас денек был в аэропорту, ребята, было жестко, но пора заканчивать. Все, я свое сегодня отработал, смена закончилась. Ставьте лайк под этот ролик, подписывайтесь на этот канал. С вами был Глент, всем пока.